Сегодня мы опять тестируем шины, и опять это шины Bridgestone. Но на этот раз немножечко все побрутальнее. Вместо L200 на АТшках у нас настоящий четкий пласт-патриот на шинах Bridgestone Duler MT674. Чтобы испытать автомобиль, мы постараемся через бездорожье и броды добраться до секретного бункера и других интересных мест. 130. Да, шины шумят. Да, это MT-шка, поэтому это нормально. У меня были MT-шки, которые шумели гораздо сильнее. И самое главное, что, ну, может быть, это достоинство не только шины, но и самого УАЗа, что автомобиль неплохо держит прямую вот на этой скорости 130 км в час. Да, вот здесь дорога, это просто такие колотые бетонные плиты. Хорошее время проверить как раз заявленную прочность конструкции. Ну, если они сейчас вдруг там не лопнут, то тогда, значит, все в порядке. Машинка хорошо идет, мягонько. В общем-то, конечно, немножечко козлит, но УАЗик бы не был бы собой, если бы он прям совсем никак не козлил. Протектор очень агрессивный. Просто очень, да. Вот здесь такая 3D-конструкция ламелей. Мы вот немножко проехали по грязи, видно, что вообще ни кусочка грязи в них нету, то есть самоочистка здесь максимальная. В езде по разбитым дорогам, в том числе полевым и грунтовым, очень хорошо заметно, насколько был доработан Патриот, то есть появление рулевого демпфера и прочее-прочее. А в автомобиле стал реально мягче идти. Слушай, ну прикольно. Чисто для УАЗа такая колея. Но он ее, правда, он не замечает вообще. У УАЗ такая страшная сила еще на этих шинах. Ой, лиса, да? Или что это, кошка? В общем, все время хочет куда-то залезть. Дорога без дороги. В общем, это вот радость и проклятие УАЗ-водов. Все-таки на УАЗе действительно что-то делает с конструкцией автомобиля, потому что он мягче идет по всем вообще видам покрытия. Это действительно здорово. Ну, может быть, конечно, дело именно в шинах только, но вообще-то он, по-моему, и на своих других шинах тоже шел помягче уже, чем модели там 5-10 летней давности. Или 5-10 летней давности. В принципе, одно и то же, да, вроде бы. Но same, same, but different. УАЗ, конечно, буквально провоцирует на какие-то приключения. Сейчас мы едем куда-то искать какой-то бункер. И зачем он нам, непонятно. Но ехать по асфальту, хотя проверено, что и 140 она может идти, и уровень шума, в принципе, нормальный. Но хочется свернуть с дороги. Вот так вот нужно ездить на таких машинах. Да, это какой-то бункер похоже. Где наш УАЗик уже обрел немножко загар, покрылся легким слоем грязевой корки, и первое впечатление, вот, шин строго положительное. У нас очередная заброшка впереди. Старинный мост через реку. Конструкция явно прошлого века, но за ней гораздо более старый мост. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Попытаемся найти дорогу. Отлично! Не спеши, не спеши, да, хорошо. Очень перспективное местечко. Как тебе, Максим? Ну, мне кажется, что справятся наши шины и наши ВАЗ. Да, по-любому. При помощи дефлятора от нашего компрессора Бергут мы шинки травим. До скольких, Макс Трайл, травиться будем? Ну, 0,7 траванем. Видно, что тут много лежит всяких веток, пеньков. То есть тут борьба велась. Ой-ой. Но ты какой липкая. Так, глина огонь. О, из калии-то хорошо вышло. Немного. Немного. Типичный режим движения по России, выбираешь направление и едешь по нему. Перед прохождением бродов мы снимаем номерные знаки, не потому что там кто-то не увидел, что мы на этой машине где-то едем, а потому что очень часто их смывают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...